Всем привет друзья, вы на канале обзоров и сегодня у нас на обзоре беспроводные полноразмерные блютуз наушники HOKA W35. Модель этого 2023 года и покупал я их на Яндекс Маркете, ну а ссылка на них находится в описании к видеоролику. Перейдем же к обзору. Поставляются наушники в коробке с картона с изображением модели и краткими характеристиками. И сразу хочу сказать, почему я не очень люблю покупать такие вещи на отечественных маркетплейсах. Как можно заметить по наклейкам, эти наушники где только не побывали, продавали сначала в каком-то магазине, потом успели побывать на Валберес и в итоге я их купил на Яндексе. Коробка заклеена скотчем, то есть эти наушники уже несколько раз переупаковывали, значит их кто-то уже заказывал. Ну ладно, не будем о грустном. В комплекте USB Type-C кабель для зарядки аккумулятора, кабель Jack-Jack 3,5 мм длиной 1 м для проводного подключения наушников, немного макулатуры и сами наушники. Вес девайса всего 193 грамма, хотя по моим весам все 200. Габаритные размеры 193 на 170 на 76 мм. Амбушюры мягкие и их внутренний размер 56 на 36 мм. Эффект памяти амбушюры не имеют. По личному опыту использования могу сказать, что уши в них спустя час прослушивания музыки почти не устают, но немного потеют. Внешний вид у наушников очень даже презентабельный, в моем случае наушники в белом цвете, есть еще и черный. Оголовье мягкое, наушники регулируются безступенчато и думаю, что на большую голову сядут отлично. Также сами уши поворачиваются вокруг своей оси на 90 градусов. Что по характеристикам. На борту современный Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает стабильный коннект и большой до 10 метров радиус действия. В квартире через две стены наушники не отваливаются от телефона, а это самое главное. Задержка звука небольшая и есть. По моим замерам чуть меньше 200 мс. Чувствительность 95 дБ, импеданс 32 Ом. Диапазон из производимых частот от 20 Гц до 20 кГц. Кодеки AAC и SBC в комплекте. В некоторых обзорах видел, что здесь еще есть кодек LDAC, но его не завезли. Время автономной работы до 40 часов по заявлению производителя и хочу сказать, что эта цифра реальная и ничуть не завышена. Даже если смотреть обзоры у других блогеров, то у них примерно такие же цифры. Заряжается аккумулятор от 0 до 100 примерно за 2 часа. Что по управлению? На правой чашке три кнопки управления, индикатор зарядки и питания, разъем джек 3.5 мм, USB Type-C порт для зарядки, встроенный микрофон и слот для microSD карточки. С помощью слота для карточки наушники можно использовать как портативный MP3 плеер. Первая кнопка отвечает за включение-выключение, далее качелька громкости, она же отвечает за переключение трека вперед-назад при удержании, и кнопка паузы и приема вызова. Также удержанием этой кнопки можно поменять язык дамы, которая говорит при включении наушников и выборе режима. Доступны два языка, китайский и английский. С помощью комплектного кабеля Jack-Jack наушники можно использовать как проводные и при подключении кабеля, если наушники включены, то они отключаются. То есть они будут работать как обычные пассивные наушники. Что по звуку? Наверное самое интересное. Громкости звука хватает, одним словом наушники очень громкие. Низкие частоты есть, но они своеобразные. Это не вакуумные наушники и нужно понимать, что вдобавок еще и бюджетные. И не вижу смысла сравнивать обычные затычки с полноразмерными наушниками. Если хотите отличный звук, то купите Marshalls за 12 тысяч и будет вам качество. Конечно, я бы еще добавил низких частот, но тут все зависит от музыки, которую вы предпочитаете слушать. На некоторых композициях кажется, что низы где-то далеко, но они есть. К высоким и средним частотам вопросов у меня не возникло. Отыгрывают хорошо и преобладают над низкими частотами. В целом, за такую цену звук здесь на высоте. При прослушивании музыки на максимальной громкости окружающие будут слышать вашу музыку, но не в шумном месте. Насчет микрофона могу сказать, что он работает хорошо. Собеседник слышит вас отлично, правда небольшая глуховатость все же есть. Раз, два, три, четыре, пять. Записываю звук на встроенный микрофон наушников HOKA W35. Звук вы можете слышать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой вот звук будет, если вы будете пользоваться микрофоном наушников HOKA W35. Резюмирую. Наушники HOKA W35 показали себя как девайс с большой автономностью, до 40 часов прослушивания музыки, но не на максимальной громкости. Производитель указал, что 40 часов наушники работают, но не сказал на какой громкости. Я вам скажу, что на средней громкости примерно 40 часов и выходит. По качеству звука здесь все неоднозначно, меня напрягли только немного низкие частоты, а в целом для бюджетных наушников это отличный звук и громкость. Микрофон хороший, функция проводного подключения и слот для microSD карточки я бы отнес все же к плюсам этих ушей. Удобно, если наушники сели, а в кармане есть провод Jack-Jack, то можно слушать музыку по проводу. Дизайн, удобство и простота использования тоже к плюсам. Что здесь не хватает? Да, честно, даже не знаю, что можно еще добавить к бюджетным беспроводным наушникам. Покупать такие наушники или нет, решать только вам, я лишь снимаю обзоры. Купить наушники из видео вы можете по ссылке в описании. А с вами был как всегда Иван, это канал обзоров. До скорых встреч, пока-пока. До скорых встреч, пока.